Всё, теперь дышать будет голова, я надеюсь, потому что мне жарко что-то. Если бы мы были одинаковыми вообще все люди на Земле, на планете, то вот этот чугун, но он с таким специальным покрытием. Получается, что за полчаса можно разморозить морозилку. Хочу прибрать на балконе и хочу запустить стирку. Ну всё, Любовь, морковь! Маменька, мама! Всем доброе утро, девочки мои! Я с утра пораньше отправляюсь уже на стрижку. Записалась на 10 часов, но так как я сегодня ночью опять пала с перебоями, Мила меня разбудила в 2 часа, потом я уснула в 6. И в общем проснулась, уже собралась наконец-то. Сегодня что-то у нас прохладненько. Пришлось вот кофточку накинуть. Я смотрю, 19 градусов, дождик шёл ночью. Сегодня днём, во второй половине дня тоже дождик должен быть. В общем, у нас сегодня такой не жаркий день, скажем так. Ну, посмотрим. В общем, решила, девочки, подстричься, потому что, вы знаете, когда жарко, у меня на голове такое ощущение, что у меня шапка. Очень волосы густые. И голова не дышит. В общем, и потеет, и мокреет. Короче говоря, нужно мне чуть-чуть подстричь, профилировать немножко, проредить. В общем, посвежиться, иду освежиться. Ну всё, поехали. Так, ну всё, девочки мои, я подстриглась. Всё, теперь дышать будет голова, я надеюсь. Потому что мне жарко что-то, как шапка на голове. Жара у нас, уже лето ещё не успело начаться, как у нас просто жара. Всё, хорошо мне, я пошла домой. Мне кажется, там освещение не очень хорошее. Всё, пришла я домой. Милочка спала всё время, пока меня не было. А я зашла, девочки, в магазин, зашла в шашлычную, купила пару кусочков себе шашлычка. Малослойные огурчики и варёчки купила по 150. И черешня по 360, но она такая крупная, хорошая, сладенькая. Так, а шашлык я взяла 80 рублей 100 грамм. Вот так. Ещё зашла, девочки, в пятёрочку. Взяла вот этот компот из вишни. Здесь стеклянная бутылка, литровая. И мне она потом пригодится, буду компот наливать, который буду готовить сама. Заинтересовал меня вот этот вот фреш. Вот такой, как прозрачный, яблочный фреш. Ну, тоже бутылочка пластиковая, но тоже хорошенькая. Интересно, любопытно. В общем, сок. В моём магазине не было вот этой вот каши. Я её люблю. И я в другом магазине её увидела и взяла. Сметаны 15% не было. Взяла такую 20%. Вот это я взяла. Это, знаете, иногда бывает какой-то перекус. Хочется сделать. Ну, пусть пока будет такое дело. Ну, как всегда, беру красное циномасло. Мне оно нравится, хорошее. Топлёное молочко, сыр мне нравится. Грудинка парижская, вот это вот тоже. Ну, пока я не буду открывать, у меня шашлык есть. Но вот на потом. Вместо колбасы решила взять грудинку. Ну, и взяла хлеб, палочки. Взяла вот эти вот конфеты, я люблю. Это Красный Октябрь. Мишка косолапый. Внучка приходит иногда угостить ребёнка, даже нечем. Ни одной конфетки. Ну, мне нравятся эти тоже. Ну, и взяла вот такое опять пирожное, очень вкусное. Он мне прям нравится. В общем, короче говоря, запасы сделала. Теперь пойду монтировать видео. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Вчера я смонтировала видео. Потом отдохнула. Потом почитала комментарии. Очень много критики. Слишком много критики. Те, кто меня пытается поддержать, их тоже критикуют. В общем, какая-то там перепалка. И мне вечером, честно говоря, упало настроение. И не хотелось вообще ничего снимать. Но сегодня день следующий. Я проснулась. Проснулись мы рано. Но уже другое настроение. Хотя я целое утро ходила и думала, что же вам такое сказать? Почему столько критики, девочки? Вот я, например, сейчас собираюсь ехать к дочке. Она меня не просила. Я хочу поехать и кое-что там сделать по дому. Пока их нету. Пока ребенка нету. Вот мне, например, я увидела, что надо бы разморозить, например, холодильник. Я могла бы этого не делать. Но она же приедет, она затарит холодильник полный продуктами. А для того, чтобы разморозить, нужно его максимально, как говорится, освободить. У меня есть сейчас такая возможность поехать к ней и это сделать. Но опять начинается какая-то критика, что вот дочка у меня безрукая. Девочки, ну какую воспитала, такую воспитала. Знаете, мы все пытаемся воспитывать детей правильно. В итоге дети вырастают и они уже сами по-своему, как считают нужным, так себя и воспитывают. В любом случае, если вы критикуете мою дочь, то значит вы критикуете меня. Имейте это в виду. Потому что кто-то, может быть, пытается вроде как меня защитить, но на меня никто не нападает и никто не заставляет ничего делать. Я делаю все сама. С другой стороны, я могу все это делать и не снимать. Но тут вопрос, а что же тогда мне снимать? Если снимать уборку нельзя, это получается, что у нас бардак, вот это уборка. Ребенка снимать нельзя, потому что он бегает в трусиках по дому. А вот кому-то мне нравится, что в трусиках. Почему он у вас по дому в трусиках в жару ходит? Его надо одеть в футболку, шортики, чтобы он там ходил все время одетый. Просто когда снимаем блоги, мы снимаем их в течение всего дня и снимаем какими-то кусками. Я не могу пять раз в день, включая камеру, его сначала одеть. При том, что я снимаю его, пока он меня не видит. Когда он видит, он уже перестает делать то, что делает. Я вижу, что-то интересное делает. И раз-раз я сняла. А потом я вообще не вижу в этом ничего такого. У меня в детстве в трусах девочки не то, что бегали. Я даже в начальных классах еще занималась плаванием, вообще в плавках в одних. У меня не было купальника сверху. Это не считалось вообще зазорным. Дети бегали в трусиках. Это нормально. И дома, и на улице гуляли в трусиках. Это сейчас стали детей уже одевать, наряжать. Они уже там, бедные дети эти, не могут не испачкаться, полазать там где-то в песочнице, в грязюке. Не могут ничего. Все уже там поменялось. Ну, в общем, короче говоря, у меня свои взгляды на этот счет, и я при своем мнении останусь. То кошку критикуют. А кошка что она? Она должна бегать, баловаться. Мне, например, если бы у меня была бы любимая кошка, я бы ни за что ее не отдала в какую-то там зоогостиницу. Я бы попросила кого-то из своих близких, родных, чтобы кто-то посмотрел за кошкой. Забрала кошку я к себе, потому что я так захотела. Я могла там с кошкой побыть, но мне здесь комфортнее у себя дома находиться. В общем, я не пойму, в чем критиков. Кто-то говорит, а вот у меня всегда порядок, у меня там все. Дети воспитаны, кошки воспитаны, ночами спать дают. Ну, у кого-то по струнке ходят дети, кошки и все такое прочее. А у нас по-другому идет как-то воспитание метод. Ну, у каждого по-своему. Мы-то все разные. Мы друг от друга отличаемся. На то и разные люди. И если бы мы были одинаковыми вообще все люди на Земле, на планете, то нам бы наблюдать друг за другом было бы неинтересно. Мы наблюдаем друг за другом, потому что у нас так, а у кого-то по-другому. И нам интересно, как люди другие живут. Вот я как блогер, я снимаю свою жизнь. Все, что я делаю. Бардак у меня, не бардак. Что-то так или не так. Сейчас так, а завтра будет не так. В общем, я показываю свою жизнь, да. Но это же не значит, что прямо нужно какой-то на меня выливать шквал негатива. Вы хотите поделиться своим негативом, чтобы у меня упало настроение, чтобы я перестала снимать. А может быть, я так думаю, кто-то хочет, чтобы я вообще перестала быть блогером, да. Поэтому я так думаю, что, наверное, я сама сочту нужным, когда мне закончить свою карьеру блогерства, а когда нет. И те, кто ждет, чтобы я вот это все прекратила, ну, не дождетесь, я вам скажу. Пока что в мои планы не входит закрывать канал. А вообще, я думаю, что когда-нибудь придется это сделать. Милочка, иди сюда, зайка, иди, я тебя сниму. Вот, ну все, девочки, я хоть чуть-чуть вам высказала, мне немножко легче стало. В общем, в конце концов, я сейчас собираюсь и еду к дочке. Дочка сегодня вечером приезжает поздно, можно сказать, ночью. Останусь я с ночевкой или нет, я не знаю еще, пока не решила. Но в любом случае, вот сейчас, надеюсь, Милочка залезет в эту переноску. Я не знаю, удастся мне или нет туда ее засунуть. Если она залезет, значит, мы поедем вместе. Если не залезет, значит, она останется дома одна, я поеду сама и вечером тогда вернусь. Все, собираюсь и еду. Ну вот и дом родной, Милочка, ты дома, выходи. Ура, скажи, я дома. Ну-ка, ну-ка, знакомые стены, да? Так, давно, скажи, я тут не была. Была в отпуске, у бабушки отдыхала. Ну давай, не стесняйся, проходи уже. Пойдем, я тебе вкусняшечку дам. Пойдем. Ходит Милка, все обнюхивает, довольная, что дома уже, наконец-то. Ну давай, ходи, Милочка. Все, девочки, Милочка, она освоилась, по всем комнатам походила. И теперь давай носиться, прямо как конь. Вот простор, у меня дома сильно не разбежит. О, побежала, 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 побежала. Давай, давай, бежи, бежи. Давай. Мчится туда-сюда, с комнаты в комнату. Как конь. Как конь ретивый ты, да, Милка? Ты как конь ретивый, коша такая. Вот она. Все, валилась. Только начала снимать, перестала носиться. Ну пусть побегает, хоть немножечко жирок раструсит, да? А то у бабушки, скажи, на курорты уже прям залежалась кошка. Да, кошке, конечно, вот такой кошке простор нужен, чтобы бегать, бегать, туда-сюда носиться. Так, я поставила чайник. Сейчас кофе попью, немножечко мозги в кучу соберу, с чего начать. И буду начинать. Так, ну в холодильнике у нас, конечно, тут полно всего. Хотя я там прибирала. Сейчас я уже принесла крошечку. Я сама поем и дочке оставлю. Она вечером, может быть, ночью поест. Так, тут место я приосвободила чуть-чуть. А вот в морозилке, там надо разобраться. Там вот эти вот замороженные, вот эти ягоды. Самое главное, это эти заморозки, пельмени, замороженные ягоды. Это нужно будет переложить в верхнюю камеру и обложить так, чтобы оно хотя бы минут 15-20 не размораживалось. Я думаю, минут 15-20 хватит, чтобы разморозить морозилку. Самая главная задача, которую я поставила сегодня, это разморозить морозилку. По идее, она должна разморозиться быстро. Хотя вот здесь вот еще наледь, она не мешает ящикам. Ящики свободно вылазят. В общем, наледи здесь по бокам, чуть-чуть в двух местах. И сверху, и тут чуть-чуть по бокам. Все, все, все равно ящики хорошо вылазят. Хотя у нас сколько? Наверное, полтора года примерно. Ну, в общем, первым делом мы, когда купили холодильник, тогда включили и все. Так, значит, я вот взяла миску и взяла большую кастрюльку. Сюда я положила быстро замороженные овощи, фрукты. Здесь тоже овощи, фрукты, там пельмени, еще что-то. Прикрою сейчас вот так вот, чтобы там сохранилось это все. И уберу в холодильное отделение. Мясо, оно разморозится не успеет. В общем, тут мясные продукты остались, они разморозиться не успеют. Я их сейчас тоже так прикрою, чтобы они нормально полежали. Пока холодильник размораживается, я вот ящички помыла, все в один ящик сложила, закрыла так сверху, чтобы туда воздух теплый не поступал. Решила печку помыть. И вот сейчас мою. Вот это вот обычная губка, обычно моющее средство. Вот хорошо купили, что не дешевую варочную панель. Это у нас там синий. То, что здесь гладкие такие поверхности, вот это чугун, но он с таким специальным покрытием, которое, в принципе, и посудомойки, по-моему, его можно мыть. Но в любом случае, вот оно очень легко отмывается. Просто губка и просто моющее средство для посуды. Вот, все, раз-раз вот так вот. И все отмылось. Все, водичка с полотнем. И вытрем наступать. Так, ну что, у нас прошло 25 минут. Посмотрим. Если вот эти вот пласты уже съезжают с места, вот уже поехала, вот это поехала. Все, это можно все осыпать и удалить этот снег. Он уже весь, весь уже двигается. Все, сейчас 5 минут. Вытру насухо и можно будет включать. То есть, получается, что за полчаса можно разморозить морозилку. И наши продукты не успеют разморозиться в холодильнике. Так, все, холодильничек у нас теперь весь сухой. Я уже вытерла его насухо. Достала я вот эти разморозки. Они у меня в холодильном отделении хранились. И на них вот лед такой немножечко положила. И здесь тоже лед. В общем, все твердое. Ничего не успела никуда разморозиться. Быстренько наполняю сейчас ящики. Закрываю, включаю холодильник. 35 минут на все это ушло. Так, холодильник я включила. Все прекрасно. Вот единственное, что я хочу здесь разобраться вот с этим мясом. Сейчас я его разморожу и приготовлю, наверное, что-то из него. Может, просто фарш перемолю. Тут я вижу говядина и курица или индейка, что-то такое. Ну, в общем, надо все это приготовить и свежее мясо закупить. Так, ну, пока у нас мясо размораживается. Что? На балконе еще хочу убрать. Пока дэни нету, пока никто не мешает. Правда, Милка туда лезет. Сейчас я ее туда прогоню. Хочу прибрать на балконе и хочу запустить стирку. А сушку хочу перенести на балкон. Освободить место там для сушки. Сейчас пока лето, чтобы белье сушилось на балкончике. Вот, ну, походу еще посмотрим, что еще. Что бы еще сделать? Пока есть силы, пока время, возможности. Почему бы и не сделать? Так, ну что, мои хорошие? Балкон я убрала. Очень хотела убрать на балконе. Хоть как-то порядок навести. Белье сюда поставить. Лето, жара. И вот помыла немножко окна. Пять окон помыла. Ну, в общем, как смогла, помыла. По крайней мере, можно теперь хорошо смотреть пейзажик. Теперь его видно, этот пейзажик. Очень здорово. Ой, классный пейзажик. Так, что я вам хочу сказать, девочки. Я мыла окна вот этими двумя штуками. Вот эту вот я покупала в фикс прайсе. И она быстро очень вот отсюда вылезла. Я не знаю, как туда эту губку запихнуть. Так-то, в принципе, нормально резинка работает. Но вот надо посмотреть. Вроде я вижу какие-то тут защелки, но что-то мне не получается их открыть. Ну, посмотрим. А потом я домывала вот этой штукой. Вот эта губка здесь держится хорошо. Она прям там зажата. Очень здорово. Вот. И также хорошенькая резиночка. И еще выдвигается вот эта штука. Палка становится длиннее. Вот это брали, по-моему, в Галамарте. Мы с дочкой, помню, брали это в Галамарте. В общем, вот я выбираю вот эту. Вот такую берите. Вот такую я бы не стала в другой раз брать. Так, ну мясо вроде подразморозилось. В общем, сейчас начну я что-нибудь готовить. Так, я компотик сварила уже. Пускай настаивает, состывает. И сейчас перемолю мясо. Мясо у меня тут говядина и индейка. Сделаю фарш. Все, дожариваю последнюю партию. Котлет получилось много. Но я лично котлеты люблю. И я помогу их поесть. Так, ну основную работу я сделала. Еще сейчас пойду посмотрю, где может пыль повытирать. А может где полики. Полики может протереть. Сейчас посмотрим. Времени еще полно. Делать нечего. Потихонечку, потихонечку шуршим. Смотрим телек. Помыла я окно в обеих спальнях. Милка окно не узнала. Что такое, говорит, чистое окно такое. Стоит, смотрит на него. О, красота. Давно руки чесались у меня. Ну вот я наконец-то сделала это, то, что хотела. Милочка, в этой комнате тоже. Тоже бабушка помыла окошко. Иди смотри. Иди в окошко. Мила любит смотреть у нас. О, какое чистое окно, да, Мила? Скажи, какое окно чистое все видно, да? Вообще зашибись. Классно. Ну все, отдыхай тут. Все, сейчас полики протру. И все, можно отдыхать. Так, а у нас тут уже 6 часов вечера. Солнышко уже пытается садиться. Спряталось за облачка. Но еще времени полно. Полно. На гарнирчик я решила сварить рожки. Помидорчики, огурчики еще есть. Салатик можно сделать. В общем, все я приготовила. Из еды все готово. Полики помыла. Все везде чистенько, классненько. На балконе чистенько. Просто супер-пупер. Милочка, целый день я тут на ногах. И ты за мной, как этот хвостик. Стоило мне только присесть. Вот она прилегла. Тебе что, скучно без меня, Коша? Ты же там полежала, то там полежала. Везде по чуть-чуть полежала. Прямо вот надо обязательно на меня залезть. Чтобы я никуда уже больше не вставала. Ой, ну что, пойдемте что ли прогуляемся. Проверим, все ли я сделала. Зеркала вот тут помыла. Тоже зеркала теперь чистые. Все чистое. Да? Так. И окна чистые. И тут зеркало тоже чистое. И Милочка на окошке на чистом любит посидеть. Да, Милочка? У нас солнышко уже садится. Время уже... Сколько время? Около восьми. Часов восемь. Нет, восьми еще нет, но уже приближается к восьми. Так, ну пойдем дальше. Все. Тут все убрали. Там все убрали. Тут все убрали. И тут тоже все убрали. Все. Вещи поскладывала. Милка, ты что хвостом за мной ходишь? Ты что, террористка, что ли? Ты хочешь, чтобы я прям лежала и лежала, да? Вот дома мне належались мы с тобой за неделю. Все, а ты приехала к себе домой. Лежи где хочешь. Что хочешь делай. Еды у тебя полно. Полно. Еду положила. Тебе нужна ласка. Тепло и ласку ты хочешь. Да, кошечка. Хочешь, чтобы я прилегла и тебя погладила, а ты на меня запрыгнешь, да? Да, террористочка. Маленькая террористочка такая. Ладно, сейчас ляжем с тобой вместе. Ляжем, ляжем. Она меня настигла. Лежит. Все, только стоило мне лечь, ноги задрать. И она тут, как тут. Компанийская моя кошечка. Компанию мне составить решила. Лежу, влог смотрю. Свой. Смотрю своего любимого блогера, Алекса Брежнева. А кто еще смотрит Алекса Брежнева, девочки? Напишите мне. Смотрю телевизор, жду дочку. Скоро должна уже приехать. Зашла в комментарии сейчас, девочки. Почитала комментарии. Вот, честно говоря, меня удивляют некоторые люди. Я тогда заскочила к дочке и просто быстренько поверхностную такую уборку сделала небольшую. Даже ничего не мыла. Просто вещи пораскидала по местам. И все, здесь чисто было. 15 минут потратила. Тут уже столько пишут. Вот, дочке помогает. Такая-сякая. А я сегодня целый день генеральную уборку и сделала. Вообще меня, наверное, закидайте камнями. Ну, можете закидывать. Мне не страшно. Если я считаю нужным дочке помочь, я буду помогать. Это моя инициатива. Я захотела и сделала. А я в жизни всегда делаю то, что я хочу. Я знаю, что я не одна помогаю дочке. У меня есть знакомые, которые тоже своим детям помогают. Просто у них нет канала. И поэтому они об этом не сообщают. Одна подписчица мне написала. Вот, Селину знаю давно. Там 4 года уже подписана на нее. Она раньше такой не была. А вот сейчас она такой стала. Я вам хочу сказать, что уже почти 5 лет. Вот еще с ее беременностью. Последние месяцы беременности у нее были. Я начала ей тогда помогать. Потом я еще год работала. Ну, выходные дни проводила у нее. И потом я уволилась. И вообще, в общем-то, у нее стало тут пропадать. Даже кто-то считал, что я у нее живу. Но я считала вот как-то своим долгом помочь ей. Потому что я вижу, как она зашивается. Я вижу, сколько у нее работы. Это не то, что она просто тут целыми днями валяется на диване. Знаете, ничего не делает. А мама приходит, за ней убирает. У нее просто банально не хватает времени. Потому что, ну, много у нее очень, много работы. Большая загруженность. И мне ее жалко, честно говоря. Поэтому я ей помогаю. Вот я когда вижу, что нужно помочь, я беру людям и помогаю. Это моя дочь родная. А если бы даже был бы просто чужой человек там, знакомая, подруга какая-то. Если я вижу, когда человеку нужна помощь, я людям всегда помогаю. Даже незнакомым. Так что, ну, такой я человек. Я просто люблю помогать людям. Вот и все. Вот. Но не люблю, когда меня об этом бросят. Я люблю сама. Вот. Когда у меня возникло такое внутри желание, я раз взяла и помогла. Так что, пишите комментарии, девочки. Но пишите аккуратно. А дочку критиковать зачем? Я не могу понять ее. Она разве виновата в том, что я пришла тут и убрала? У меня есть ключи от ее квартиры. Я зашла и убрала. Все. Захотела и убрала. Вот. Так что, я не знаю, завидно кому-то или что. Зачем осуждать кого-то? Ну, вы такие. У вас там порядок. Вы целыми днями занимаетесь порядком. А другие люди занимаются другими делами. Все. Все мы разные. У каждого свое. Вот. Так что, ладно, буду смотреть дальше кино какое-то. Смотрю. Уже вроде бы и спать хочется. Но она где-то вот, наверное, через часик-полтора придет. И хотелось бы ее дождаться. Но если усну, значит, я проснусь, когда она придет. Милка, ты жду. Жду. Ждешь. И я жду. Уже скоро с поезда выходят наши. Хозяйка твоя скоро приедет. Раз, внучка. Да. Доброе утро всем. На улице. На улице дождь поливает. Ой, 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 как поливает. Как сведра. Вот откуда дождь? Откуда он взялся? Я не знаю. Ну, вот. Погода нелетная, короче. Всем доброе утро, девочки мои. Денечка проснулся. Уже кашу кушает. Я проснулся. Ты проснулся, да. Так, мамуля побежала за молоком. Сейчас придет. Мамулечка заценила, как я порядочек тут навела. Ей понравилось. А я люблю, когда кому-то приятное сделаю. Как говорится в том фильме Мимино, помните? Я тебе сделаю приятное, ты мне сделаешь приятное. И мы будем приятные люди. Вот так и я. Приехала дочечка. Ура. Приехала, да. Но я только проснулась. Всем привет. Всем привет. И такая еще, вообще, я не пойму, где я. Состоянная. Первая кружка кошек. Должна проснуться. Че, как дела? Как тут без меня? Скучают без тебя. Спрашивают, когда приедет. Вот приехала. А, ты за подписчиков? Да, за подписчиков. Я за вас с Милкой. Да, че, мы нормально. Мы нормально. Кошечка баловная. Любит меня, когда тебя нету. Как только ты появляешься, у нее любовь, она становится изменщицей. У нее любовь к тебе переходит вся. Преданная. Ну как тебе? Уборочка понравилась? Да, мама сделала мне супер сюрприз. Неожиданно пишет мне, что я тут приехала к тебе заранее. С Милкой. Я такая думаю, о, классно, за Милкой ехать не надо. Потом такая, ну тут вот целый день с утра приехала. А тут целый день решила тебе тут поубирать немножечко. А я когда уезжаю, у меня всегда просто здесь вот так вот фурия такая пробежала просто. Я еще опаздывала, что-то спешила. И мне кажется, вещей половину позабывала. Ну, мало взяла вещей с собой, но не суть. Вот. И я такая, у меня в душе прям радость такая. Думаю, я приеду, чистенько все будет. Еще наготовила. Окна везде помыла. То есть то, что я вообще, хрен его знает, даже не планировала делать в ближайшее время. Ну, я тоже так подумала. Я даже не представляю, когда ты найдешь время для этого, чтобы окна там помыть, холодильник разморозить. Ну, как бы вот такие вещи глобальные, да. Думаю, да сделаю, пока тебя нету. Спасибо. Увижу твое счастливое лицо. Я же хочу как мама увидеть твое счастливое лицо. Ну, сейчас я это не совсем счастливая, потому что я сейчас еще сплю. Вот. Но реально очень круто. Я прям ехала, и Денька там пока прыгала на мне. И я такая, блин, мама, какое счастье. Ну, да. Ну, да, балкон разобрала. Это вообще круто. Давай, я думаю, постелить, может быть. Я вообще, кстати, знаешь, что думаю, Деньке, в комнату купить какой-то другой ковер. Ну, я подумываю, что-то другого дизайна, другой расцветки, чтобы поменялась комната. А вот те коврики, они уже такие немножко, их можно вот сюда будет постелить. Ну, там одного коврика, мне кажется, ему достаточно. Я думала о том, чтобы постелить, но думаю, ладно, спрошу у тебя, то, что там стирали эти коврики, может, не захочешь пачкать. Да, можно было бы один коврик постелить туда, да. Пусть он там играется на балкончике. Да. Вот они, вот они. Вот они, о. Ну, все. Ну, все. Любовь, Марко. Маменька, 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 маменька. А-а-а, за когти у нее. Да, стриги, стриги, она наточила их об мой диван. Я же стригла перед отъездом специально, чтобы надеяться. Она наточила их уже, заточила. У тебя там какая-то наждачка уже. Нет, она под диваном там ложилась прямо и точила об диван, об подкладку дивана. Короче, вот такие вот дела хорошие. Приехали, в общем, дома. Ну, все. Ну, мы сейчас поболтаем с тобой, я домой отправлюсь. Ну, вот и все. Я приехала домой. Сейчас быстренько сделаю уборочку. После кошки уберу все. Постельное поменяю. Пыль везде повытираю. Пропылесосить и все. Хорошо, когда маленькая квартирка. Так быстро можно здесь все убрать и отдыхать. А, мне надо еще видео вот это вот смонтировать. Так что, демонтировать, значит. Ну, все, девочки. На этом видео я хочу свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok